Где? На океане. Он волнуется, потому что я сегодня уезжаю. В этом видео я вам расскажу все про Кубу, про отдых в Варадер, про отели, про номера, про питание, как я, как вариатрик, ем. Вообще, геморройно ли это? И, конечно же, расскажу о стоимости. Сколько нужно денег сюда, чтобы отдохнуть на Новый год? Блядь, правда! Изначально у меня вообще должна была поехать в Египет, но что-то пошло именно так. Ну, во-первых, это ценовой Кубаре, потому что разница между туром на Кубу 10 дней и Египет 7 дней была всего в 20 тысяч рублей. Вообще неоправданно. Выбрала я Кубу, потому что здесь уперех океан, здесь стопудово будет тепло, а в Египте, ну, как бы, вопросик. Поэтому разница в тени, и мне хотелось искупаться в морюшке, ну, или, как в данном случае, на океане. Вообще, перелет очень тяжелый, 14 с половиной часов, плюс пока сдал багаж, пока забрал багаж, это, блин, очень-очень долго. Регистрация таможная, ну, все, как обычно, стандартно по загранпостам, здесь виза не нужна в эту страну. Ужасная эта компания, Nordwind, это просто трэш, если честно, не самолет, очень маленькое расстояние, вот так вот, ни телека, ни вай-фай, ничего, на такой дальний перелет. Я думаю, что хотелось бы побольше комфорта, если честно, за такие деньги. Но кормили один раз, в час мы сели, в три нас начали уже кормить, а потом вообще даже воды не было. Ну, что это такое, какой-то бардак. И не было даже возможности купить воды, потому что я спрашиваю, не, пожалуйста, воды, и она говорит, нету, закончилась вода. Но если у вас такой огромный самолет, у вас 500 человек, вы везете, летите, летит 500 человек, ну, пожалуйста, как-то запаситесь, я не знаю. Короче, полет очень тяжелый, готовьтесь, но все терпимо. Другими ада компаниями, кто летал, говорит, все нормально, все хорошо, и кормят несколько раз, и ты можешь пойти там в туалет ходить, и кофе налить, чай налить. То есть ребята, между прочим, с которыми мы летели, они взяли глухло с тобой виски, поэтому мы выпили виски, чуть-чуть поели, собрались и просто валялись практически все время и спали. Место я себе заказывала заранее, изначально, когда я регистрировалась, я его купила, 26, а у меня было, купила за полторы тысячи. Через турагента вы тоже можете забронировать себе номер и увеличение ручной уплаты по габаритам. Я увеличила, потому что у меня просто не помещалось ничего, и сейчас я не знаю, как все запихнуть, потому что мне хочется увезти ром, сигару и все остальное. Так, ну что касается сувениров и буфа. Провоз багажа в сверх нормы 45 долларов. Не тащите ничего из отеля, если вы не будете покупать прям вот или сильно дорого, например. Весь он здесь продается, ценник точно такой же, как и в отеле. Если пойдете в город, то будете подешевле, потом может быть еще и выгодно. А так все то же самое ценник отеля, равен ценник, который в дюйте фри. И здесь вы наберете сколько вам нужно. Сигарет тоже самое. За сутки мне турагент присылает и говорит, что вы знаете, в вашем отеле просто нету мест. Я говорю, это как вообще? Так вам предлагают переселиться в соседний отель. Я такая думаю, блин, у меня, во-первых, выбора нету, я немножко даже расстроилась по этому поводу. И говорю, ну а как вы считаете, вообще-то нормально, говорит, я считаю, что вам повезло. Я такая, оп, так все хорошо. Думаю, блин, ничего не испортит мне этот отдых. Ничего, думаю, идите всем на хрен. Я начинаю смотреть, естественно, сразу гуглить и понимаю, что разница в цене 60 тысяч рублей. Вот, наверное, на новогоднем празднике. 60 тысяч рублей. Вот тот отель. Я должна была днем плачать. А это мой отель. Ну, здесь вообще все не видно просто, и потому что на пляже. Я вам покажу немножечко. Я думаю, офигеть, это круто. Но у меня не было денег, и тут так получается, что мне просто, я не знаю, вознаграждение, наверное, за мои мучения. Ну, это я преувеличила. В аэропорту нас встретила гид, посадила у нас всех автобусы, и ехали мы примерно, ну, минут 40, наверное, от аэропорта до отеля. Они прям все сажали, всех встречали, сажали и по разным отелям развозили. Ну, так достаточно прикольно. Я так хотела пить с этой водой, мне было плохо. Поэтому всегда берите с собой воду. Пусть это даже в аэропорту очень дорогая. Мы, когда сюда приехали, заселение с двух, а мы приехали в 10, в начале 11-го. Так, думаю, блин, офигеть, что делать? Она говорит, поставьте чемоданы и идите гуляйте. Все, вы можете идти кушать, пообедайте, пойдите погуляйте. Так, думаю, нет, не буду, буду сидеть тут. И мы сдали, зарегистрировались, я подарила подарочек, чтобы мне дали хороший номер. Про подарочки потом расскажу. Значит, она говорит, оставляйте вещи и типа, идите гуляйте. Ну, я оставила вещи, даже не переоделась такая. И давай, как-то каким-то образом зазнакомилась с девчонками. Мы как-то так заговорили, я хрен знает, ни о чем. Просто так, ни о чем. И мы, говорит, пойдем на пляж, пойдемте, говорит, поширохнемся, посмотрим, что здесь. Пойдемте, покушаем, кстати, готовы, потому что мы очень хотим есть. Говорю, ну, пойдемте. Мы заходим в этот кабинет, я не знаю, что это было, подсовку. Говорю, можем, пожалуйста, переодеться. Мы просто раскрываем свои чемоданы, одеваем купальники, фарел, все такие грязные, мучные после перелета. Все, запихиваем обратно и идем гулять. Идем, смотрим, где пляж, где покушать, где прогуляться. Идем на бар, пьем воду и чай, я уже не помню, что мы пили. А, мы кофе пошли пить и зазнакомились точно кофе. Кофе нас свело, в конце концов. Поэтому заселение мы в 2 часа потом пришли, они нам раздали номера, и мы поехали по своим номерам. Я заплатила 5 долларов чаевых для того, чтобы меня довезли мои чемоданы, потому что они были все такие распороченные, и их неудобно было бы мне просто нести. Практически все мы познакомились в баре при заселении. Какое-то такое легкое общение, я вообще не готова была разговаривать, я хотела поехать, лежать на пляже, пить голубой коктейль и ничего не делать. Но что-то пошло не так, и каким образом мы вообще в принципе все зазнакомились, это просто какое-то невероятное чудо. Все, что делается, все к лучшему, это вот просто факт. Заговорили на баре, с кем-то мы пошли пить кофе, с кем-то потом уже покрепче, потом пошли все вместе на обед, на пляж. И решили поузнавать, где что находится. Ну, очень круто. Мы практически все живем в разных корпусах, номера, естественно, у нас разные. Ну, ничего в этом страшного нет. Мы создали группу в Телеграме, и там участвуем. Идем на обед, как дела, фотки общие, скидываем туда файлы. Мы вообще очень сильно быстро организовались, каким-то чудесным образом. Поэтому знакомьтесь. И вообще здесь все очень доброжелательные, во-первых, персонал доброжелательный, во-вторых, все, которые приезжают, они вдруг только видят, слышат, что мы поручили. Мы по-русски разговариваем, там, улыбаются, там, привет, где-то на пляже что-то, там, а где это. Общение, не бойтесь никогда и спрашивать. Не бойтесь, вас никто не заругает. И все, с кем мы познакомились, они все какие-то очень адекватные, доброжелательные. Но еще я думаю, что так как здесь отдых, и ты понимаешь, что перед этими людьми тебе не нужно быть кем-то, быть, там, роль мамы, там, я не знаю, головой дома, на работе, начальником, еще что-то. Тебе не нужно этого делать, ты просто такой, какой ты есть. И у нас подобралась такая компания, которая уважает чужое мнение. То есть, если этот человек говорит, я не хочу, тебя никто не будет заставлять, не хочешь лапочку мою. Главное, чтобы у тебя было все хорошо. С этим девизом я поеду дальше. Мне очень нравится. Главное, чтобы тебе было хорошо. Главное, чтобы мне было хорошо и комфортно. И как я хочу, так и будет. Все как-то спокойно мирились с тем, что кто-то может не пойти, кто-то, наоборот, скажет, я пойду, там, полежу, или кто-то пойдет, мы поедем на экскурсию, все, никто тебя не будет мучить, уговаривать, или что-то заставлять делать. Все должно быть на лайте. Все очень легко должно быть. В принципе, по мне особо незаметно, что я ем какую-то другую еду, потому что мы все едим одинаково. Единственное, что порция меньше. И когда я должна была рассказать об этом, чтобы мне там что-то не предлагали, или как-то... Ну, может быть, кому-то неудобно было спросить. Я рассказала про то, что сделала операция, о том, что похудела, о том, что у меня вот такие вот порции. Почему мне надо есть чаще? Да, они на меня смотрели, типа, блин, нифига ты много жрешь. Ну, я когда объяснила, естественно, они все поняли и очень с пониманием к этому относились, когда я там говорила. Мне нужно сделать бутерброд. Все, Яночка, сделай бутерброд, лапочка моя. Хочется тебе бутерброд, кушай. Поэтому люди адекватно реагируют. Ну, больше, наверное, их впечатлило то, что я похудела. И то, что меняюсь. Вот, наверное, это им больше понравилось в моем рассказе о том, что человек меняется. О том, что он принял такое решение. Да, это просто метод, как начать менять и свое тело, и свою жизнь. Это же всегда прекрасно. Поэтому я вас призываю, меняйте свою жизнь и худейте. Мне вообще нормальный номер. Мне как-то все устраивает, мне все нравится. Это отель «Лоскактус». А вот в ризисе, который беззлеча не должно быть там, конечно, ребята говорят, что просто трэш. Там трясется отепс, обшарканный, грязный. Прям вот попадаешь в Советский Союз, причем в тобой очень плохую квартиру. Вот так вот скажем. Слава, что я туда не попала вообще в конце концов. Это, наверное, в течение третий. Вообще, я рада. У меня есть водилка, у меня есть утюг даже в номере. Розетки не работают. Одна или три только работают. У меня это вообще не основной. У меня это выпрямитель, фен и зарядка на телефон. Хотя у меня, кстати, телефон очень редко сходится, потому что я им очень мало пользуюсь здесь. С видос интернетом. Еще тут очень крутые подушки. Они такие цилиндрические. И очень маленькие. Прям, у меня приедут домой обязательно себе такой. Мне прям очень понравилось, очень комфортно. Ну, лебеди, все дела, все как полагается. Полотенцы не меняются. Вот я здесь и вытираюсь четырьмя полотенцами. Они просто их складывают и все. Но я на них не слишком грязные, когда решили, что их меняется. Не нужно. То есть с сервисом здесь, конечно, куда. В номере грязные заканы. Ну, ничего страшного. Я их просто побыла и выдела. Ну, все. Не надо делать какой-то геморрой. Я вначале, в принципе, была готова к тому, что я еду в не очень хорошие условия. Поэтому все хорошо. Все помоем, все вытрем. У меня есть толпеточки. И сделаешь после этого отдыха. Не забываем. И комфортно для себя. Еще, ребят, обязательно берите фумигатор. Комары одолевают просто. Они такие маленькие-маленькие. Я думала, что здесь какие-то такие огромные. Но нет. Они маленькие-маленькие. Все, как в России. Берите фумигатор, включайте. И обязательно закрываете туалет с вами. Это, я не знаю, куда они там берутся. Но как только дверь там открыта, ты все. Будешь вкусно, даже если будет фумигатор. Еще, значит, берут прямо после оттокомаренных вкусов. Но я не взяла. Ну, у меня не было такой необходимости. Все было нормально. Все хорошо с этим. И безумно важное для бариатрика, это, конечно же, питание. Я очень переживала по этому поводу. Очень реально, я думаю, так мне нужно не будет поехать. Но я же начинала, что здесь очень плохое питание. Люди травятся, им очень плохо там. Они блюют. Ну, я не хотела так испортить себе отдых. И тем более мне травиться вообще за границей, с моим желудком, вообще, мне кажется, нельзя. Это просто преступление. Я, значит, начиналась вот этих отзывов. И так, я думаю, так, мне нужно идти в магазин, купить себе колбасы, взять из России, хлеба, сыра и все. И огурцов. В принципе, я проживу на этом без разницы. Все нормально будет. Ну, я на самом деле ошибалась. Во-первых, тут нет магазина. Мы поехали в Бородеро гулять по городу, по центру. И мы не встретили ни одного магазина. Несколько магазинов было, где люди приходили, и отваривались по талонам. По талонам. Пятиска. Ну, в каком веке вообще живем? Я после этого больше начала любить свою страну, если честно, за комфорт, который... Пусть за деньги, но мы получаем. Так вот, магазинов здесь нет. И питание, которое в отеле, оно скудное очень. Колбаса не очень вкусная. Яйца тоже средние. Мясо нет. Курица даже во фритюре. Очень жирная еда. Единственное, что мне нравилось, это мороженое. Я ела мороженое. Я ела булки. Потому что... Я ела булки и худела. Я не знаю, как это работает. Возможно, у них очень тут хороший натуральный хлеб. Я хрен с ней. Булки я ела. Мороженое. Что еще у меня было вкусно? Я делала бутерброды. Иногда давали мясо. Ну, целый баран или целая корова. То есть, такими огромными. Навертели, жарили это мясо. Ну, видно, что как бы свежее. Все нормально. Еще я первый раз здесь попробовала лангустов. Ну, очень звуковое мясо. Мы поехали, значит, в Варадеро. Зашли в ресторан. И нам тоже приготовили лангустов. Оно, конечно, было помягче. Вкуснее, на самом деле. Но из этого всего я съедаю только половинку. И это... Мне бы хотелось больше, конечно. Но мясо очень насыщенное. Ну, такой белок. Морепродукты. И мне не очень хорошо было. Ну, то есть, я все, я съела. И все, не наелась. И мне так жалко было. Я говорю, заверните с собой. Мне хочется внести. Мне хочется еще потом съесть. Ну, с моим маленьким желудком, конечно, когда ты дорываешься до чего-то вкусного, хочется больше, но... Мой вам совет. Привезите с собой контейнер. Вот. Бориатрики. Привезите с собой контейнер для еды, что вы можете сложить туда и унести. Еще трех раз мне не хватало есть. Я голодная. Я сейчас уезжаю голодная. То есть, я хочу кушать. Я хочу, во-первых, нормальной еды. Мне кажется, что я даже готова сейчас есть оливье и селедку под шумой. Я прям, мне кажется, мечтаю о ней. И если бы я взяла контейнер, то, наверное, было бы мне легче. Завтрак. Мы шли где-то примерно в 8 часов, потом шли на море, на океан. В 12.30 обед. Мы ели. И потом в следующий раз аж в 7 часов. То есть, вот здесь вот, вот этот период. Мне нужно было еще съесть. Потому что мы купаемся, ходим, где-то гуляем, достаточно активничаем. Даже если ты просто на пляже лежишь, то купание, там волны, и ты... Ну, это физическая активность тоже, в конце концов. В 7 часов мы ели. И если мы гуляли, продолжали дальше, да, то есть, были моменты, когда мы по полночи не спали, то я хотела еще есть. Поэтому я брала себе вот эти булочки, ветчина или что-то там, колбаса какая-то, и сыр, и овощи какие-то. Просто делала себе бутерброды, уносила в номер. Но если бы был контейнер, мне было бы легче. А то я иду такая с тарелкой. Ну, еще... Тут не приветствуется это, но, конечно, меня никто не останавливал ни разу. Поэтому еду с собой привозить, конечно, не нужно. Голодным ты не останешься. Ну, еда в этом отеле нормальная. В других, да, мне рассказывали, что отравились. Опять же, возможно, у меня нет никакой реакции, потому что я пью интерсгель. Реально. Утром и вечером я два раза в день обязательно пью интерсгель. И если мы пили алкоголь, я вечером еще, когда приходила, я выпивала полисорбо. На всякий случай. Коктейли. Ром-кола здесь делают. Лед, много льда. Лед, это вода. Это их местная вода. Никто мне тут из бутылок не морозил лед. Поэтому я боялась. Мало ли какая будет реакция у организма. Плюс-минус, все нормально. Но я уезжаю голодная. Я хочу есть. Хоть в нормальную обычную еду. Хочу и яиц. Ну и, конечно, брезгливость. Здесь очень грязные тарелки. Очень грязные тарелки. Просто я не знаю, их моют или просто салфетка вот так вот вытирают. Рис с камнями. Ну, то есть, тут такое. Здесь вкусная папайя. Здесь вкусные ананасы. Ну, то есть, фруктики есть. Здесь очень много пироженок всяких различных. Но я их как-то особо не люблю. Могу... Если девчонки набирали с собой, мы потом шли на влобби, например, пили кофе или чай, то я могла, конечно, съесть какую-нибудь булочку с кофе или с чаем. Ну, голодным не останешься, но есть хочется. Я думаю, океан волнуется, потому что я уезжаю сегодня. Он будет без меня стучаться. Новый год был самым шикарным. Мне очень нравится компания, в которую я попала. А все почему? Потому что каждый человек, как только один предлагает, другой поддерживает его. То есть, за любой гибиш. И все настолько адекватны, как-то так мы подобрались, что нам просто очень весело друг с другом. Я говорю, утром мы лежим таким, и говорю, сегодня новый год, по местному времени, в 16 часов. Я говорю, нужно что-то придумать. Я говорю, давайте во что-то оденемся в одинаковое. И давай просто красное, черное, там, что у кого есть, белый. У каждого человека есть что-то белое. И мы договариваемся. А еще рядом с нами тоже русские лежат. Мы там, привет, привет, там, чего, как, Новый год, с Новым годом, поздравляем друг с другом. Так, вы берете Новый год, будьте отмечать, не таки, да, я говорю, на пляже. Они такие, да, я говорю, одевайтесь белое и приходите к нам. Вы по-любому нас заметите. Мы устроим фотосессию, встретим Новый год, круто. Они такие, о, короче, она приглашала я всех. И они реально пришли, все в белом. Мы фоткали, снимали видео, мы пошли купили, девчонки некоторые зашли в дютики, купили шампанское. Здесь шампанского просто нет. А еще мы зашли, сюда купили сидер. Он, типа, в бутылке, как из-под шампанского. Такая херня вообще. Мне не понравилось, девчонки говорят, вроде бы, ничего. Но мне вообще не понравилось. Поэтому white party состоялось. Это лучший Новый год за всю мою жизнь. Да вообще, блин, все круто. Есть достаточно много таких точек, где можно попить кофе или попить чай. Просто обычные какие-то зонтики стоят. Основные два бара это там, где мы обедали, завтракали, ужинали. Там бар основной, который работает круглосуточно. Есть еще лобби. Это барчик только с алкоголем, без еды. Алкоголь, чай, кофе, напитки. Он находится на ресепшене. Он до 12. Все, все остальное, в принципе, доступ к тебе круглосуточный. Тут даже на пляже делают булки, ну такие, просто булка, и вичина, или колбаса, и они немножко прижаренные. Если ты вдруг ночью захотел поесть, вот такая возможность у тебя в принципе есть, ну или брать с собой. Здесь два ресторана, итальянский и кубинский. Особо, правда, я разницы в них не заметила. В одном из них мы отмечали мое день рождения. Мне вынесли огромный торт, это было так прикольно, была свечечка. Очень добродушные официанты, Ребята вообще большие, молодцы. В него нужно записываться заранее, это тоже бесплатно входит в тур. Один разочек ты можешь посетить и тот ресторан, и тот. То есть получается два рейтика, два раза ты можешь сходить. Это прикольно, интересно, ты можешь не пойти на ужин, да, пойти в каком-нибудь красивом платье, сделать какое-то романтическое свидание или с теми же с коллегами, с друзьями, с которыми приехал. Прикольно. Конечно, каждый вечер нас развлекали. Здесь были какие-то оперные певицы, играли на форте пиано, танцуют, поют. Мужчины у них такие красивые с большой душой. Кто меня смотрит, тот обязательно поймет такую душу, я говорю. Очень красивые девочки, все в костюмах они были и просто танцевали, и акробатические какие-то трюки были. Молодцы, молодцы. Я считаю, что те, кто занимается такими искусствами, они молодцы. Спасибо им за это, кстати. За все 35 лет это самый лучший день рождения, который у меня только был. Во-первых, те люди, которых я встретила, они дали мне намного больше эмоций и сделали больше, чем все остальные на день рождения. Это круто. Во-первых, у меня день рождения длилось полтора дня, на 8 часов больше. Почему? Потому что я начала отличать и по времени, которое в России, и по времени, которое на Кубе. Потому что здесь мы отмечали мое день рождения вечером по месту поля. А поздравлять меня, естественно, начали по России. Поэтому у меня, можно сказать, был такой самый большой день на день рождения за всю мою жизнь. Очень думаю, что когда-то это еще свершится. Значит, как началось? Ну, естественно, с утра мы учили поздравляшки с 12 часов России. Ну, поздравлений, правда, очень много. Мне очень приятно. Да. Спасибо, что вы не забываете, что я есть. Наша веселая компания с ребятами, с которыми я здесь познакомилась, мы начали отмечать с самого утра. Мы пили пинокаладу, мы летали на океане, мы купали, мы загорали, мы делали все, что хотели. Это классно. А вечером уже началась официальная часть. И вечером были подарки. Было, конечно же, куча подарков, больше всего запомнилась мне, конечно, картина. и букет. Букет, который они лично сами собирали. Мы тут отдергали все пальмы на территории. Ой, ну, вообще, он очень крутой. А почему они дергали это? Потому что доказали они цветы из Марокко, но они не успели просто приехать. На Кубе нет цветов, офигеть. Поэтому, если захотите сделать какую-то приятность своей девушке или там подружке, то у вас вряд ли это получится. Или задолго готовьтесь. Цветы из Марокко, прикиньте, черт и откуда вообще? Но этот букет самый крутой, самый лучший. Я вообще считаю, что те вещи, которые сделаны собственными руками или придуманные, которые вложили в душу, они самые лучшие. Самые. Поэтому я всех благодарю. Я знаю, что вы будете смотреть это видео. Я благодарю вас, мои краснички. Вы очень круто. Я безумно рада, что с вами познакомилась. Я желаю вам счастья, добра и любви. Алкоголь – это зло. Да. Что там говорите? После бариатрии, естественно, после шунтирующих операций алкоголь всасывается быстрее, поэтому пьянешь ты быстрее. После резекции, ну что, после резекции я считаю то же самое, но все равно алкоголь будет усваиваться быстрее, потому что он начинает больше попадать в кишечник. А там все быстро расщепляется. Здесь я пила их местный ром с кока-колой и с айс, с альдом. Побольше льда и все хорошо. Считаю, такой же коктейль, как у меня в России, только с коньяком. И здесь не знаю, что такое блю коктейль. Я и сама не знала, что такое блю коктейль. Я придумала его сама. Это ликер голубенький. А знаете, почему голубенький? Потому что, когда я ехала сюда, я мечтала лежать на пляже и пить голубой коктейль. Поэтому, видимо, в моей голове это все сложилось и я хотела... Или, короче, подходишь к бармену и говоришь, мне, пожалуйста, блю коктейль. Они такие, вот что? Что это такое? Ром, ликер голубой, ром и спрайт и лед. Вот такой коктейль. Вообще, вот такой. Очень вкусно. Советую с их местным ромом, который темный. Попробуйте. Если приедите в этот отель, скажите, люблю коктейль плейс, они скажут, вы откуда? Из России, по-любому. Поэтому передадите от меня привет барменам. Бармены все хорошие, персонал очень отдыхчивый, они все молодцы, делают тебе то, что нужно, чтобы сделать твой отдых просто великолепным. Это их задача, и они прекрасно с этой задачей исправляются. Я сама не ездила на экскурсии, но девчонки делились своими впечатлениями. Они ездили из Коммитации в Гавану и Новородера были и с дельфинами, катались на Карибское море, они ездили вообще большие. Молодцы. Но я не хотела, не было у меня такого желания, я проводила по-другому время, скажем так. Что вам посоветую? Ребят, не скупитесь и берите экскурсию у товаров-операторов. Там дороже, прям вот долларов на 30, на 40 иногда, но там все настолько организовано и будет все хорошо. Девчонки, те, которые поехали, подешевле нашли там, в Телеграме, как-то там у кого-то спросили, кто-то там присоветовал. Это полная фигня, что какие-то итальянцы, которые лихомят, тебя лично гонят, непонятно, что делать, некоторые не понимают даже русского языка, что вы говорите. Ну, то есть, фигня какая-то. Не скупитесь. Экскурсия от 45 долларов до 100, до 140, наверное, до 130 примерно. Поэтому, они не дешевые. Есть и двухдневные, они порядка там 200 долларов, 200-220. Наверное, с проживанием, точно не помню. Интересно. Интересно посмотреть. Красивые фотографии. Катались с дельфинами, целовались с дельфинами, девчонки. Привозили фотографии, какие-то сувениры, привозили шкатулки. И к каждому свой отдых, скажем так. Вообще, я считаю, что аптечка должна быть всегда в путешествии. Первое, это интеразгель или какие-нибудь полисорбы или еще какая-нибудь история. Если бы не они, я не знаю, что было бы со мной. Я не проверяла, но верю в то, что они мне помогали. Потому что и в океане я, блин, ныряла, глотала эту воду, и местную воду мы пили, и еда вообще своеобразная. Поэтому лучше себя защитить и пить курсом. Я купила интеразгель в пачечках и прекрасный его пил. Дальше, от золотухи, то есть все от желудка, для желудка, если есть какие-то проблемы. Еще, снотворное. Не всем оно подходит, но некоторым людям просто необходимо для того, чтобы спать. Потому что разница во времени, ты первые два дня просто чумной ходишь. Ну, достаточно тяжело. Следующее, что, наверное, успокоительнее. Мало ли, какая ситуация может произойти, успокоительнее должны быть. Средства от комаров. Я уже говорила про фумигатор. Купите еще крем от загара. Прямо SPF 50 как минимум, чтобы был хороший. Я купила на Мобалберсе какую-то херню и сгорела почти в первый день. Если бы едить сумки, которые мне давали этот крем, я бы очень плохо себя чувствовала. Шапка. Шапка. Шапка, шляпка. Потому что у меня кожа головы загорела. какие-то ужасно смотрят. Лицо, крем делится обязательно. В принципе, кремом здесь я практически не пользуюсь после душа, потому что здесь достаточно мягкая вода. А вот в Москве, да, в Москве я мажусь. Вся абсолютно сухая кожа. Ну и средства кикетки, зубные щетки. Да, кстати, дубы чистите только обычной водой. Полоскайте руку только обычной водой. Не из-под крана, прям из бутилированной. Это важно. Очень важно, если вы хотите получить какую-нибудь ерунду. Подарки, которые мы везем из России для кубинцев, они очень важны. У них тут нет ни хрена вообще, бедолаги. Парацетамол, обычные таблетки, противовирусные, антибиотики. Они просто с такой благодарностью смотрят на тебя, блин, бедные дети, бедные люди. Всякие губнушечки, всякую косметику, которую... Они любят яркие цвета, поэтому если берете, то берете какую-то яркую помаду. Конфеты. Дети, они приносят детям эти конфеты, здесь нет никуда. Шоколадки. Самое лучшее это шоколадка Аленка. Они просто в восторге от этого. Я, знаете, начала, наверное, больше ценить свою опять страну. Я повторюсь, у нас все можно купить. У нас все отлично в стране. Наверное, я должна была увидеть это, чтобы понять, ощутить разницу. можно увезти на одного человека 3 литра алкоголя. Ну, то есть, сколько? 6 бутылок получается, в том, что у вас есть. Но, увезти их в багаже, а багаж это ограниченное количество килограмм. У нас 10, например. Если у тебя будет перевес, то ты платишь 45 долларов или 40 евро. Без разницы, даже если на килограммчик у тебя будет. Вот у меня 10 600, в принципе, говорят, что меня должны пропустить. Но, не знаю, как там будет. Если да, то 45 долларов придется мне заплатить. Зазайте 600 грамм или выкинуть оттуда что-нибудь. Не знаю, подумаю, зажму ли я 45 долларов или нет. Сигары вы можете вывозить до 50 штук на одного человека. Все, что свыше, алкоголь и сигары у вас просто заберут на нашей таможне. На нашей таможне. Отсюда тебя прекрасно вытеснят. Хотя, мальчишка, который уехал, он говорит, у меня было 140 сигарет и не помню, сколько-то литров рома и его выпустили. Ну, видимо, к кому как попадет. Ну, может, он какой-то просто крутой и его пропустили. Не знаю. Сувениры, ракушки в небольшом количестве тоже можно вывозить. Мы вот то, что насобирали, мы, конечно же, заберем с собой домой. Что касается чаевых, то доллар 2 я всегда оставляла. Хотите больше, пожалуйста, только на ваше желание. В Песо где-то примерно 200-400 я себе оставляла. Остальное только на ваше желание. Делают коктейли, я давала хорошие коктейли по-моему заказу. Они доливают вкусный ром, более дорогой, скажем так, и делают все с улыбкой. Это тоже приятно. Я приехала отдыхать, в конце концов, а не экономить деньги. Поэтому я примерно 100 долларов раздала. Ну, то есть раздала. за все. В основном в отеле и в барах и в рейстиках тоже мы ходили. Ну, то есть не очень дорого. Я хотела в Египет пять звезд, все включено. Я понимала, что там может быть холодно и хотя бы должен быть хороший отель с подогреваемым бассейном. Что у меня насчитали? 11 тысяч рублей на 7 дней. Я только думаю, блин, посмотрю Кубу. Куба 4 звезды, тоже все включено. на 10 дней, 11 ночей 130 тысяч рублей. Плюс я еще доплатила за места и увеличение размера багажа. Ну, что я выберу? 20 тысяч рублей, я думаю, что не стоит того, чтобы обосрать мне весь отдых. Плюс еще там три дня разницы. И тут океан, и точно будет тепло. А там, возможно, будет холодно. И дождь, что я буду там делать? Ну, короче, я приняла решение, что я лучше добавлю эти 20 тысяч рублей и все-таки улечу на Кубу. Да, перелет долгий, есть минусы, я понимала, что я еду не про сервис, Куба не про сервис, но я готова была. С собой я еще взяла денежки. Первое средство защиты. Средство от Камалов. Не нужно брать никакие полотенца и всякое твердня, не забивайте чемоданы, потому что, когда вы сюда летите, багаж достаточно ограниченный, а нам захочется увезти отсюда рун, сигары и все остальное. Купальник у меня 5. Платишки летние. Обязательно возьмите какую-нибудь кофту, потому что вечером иногда ветерочек с моря в океанах и достаточно прохладно. Ну, да, так бывает, к сожалению. Вот, например, сейчас дует ветер, если зайдет солнце, мне будет капец как холодно. Возьмите обязательно подарочки для персонала. Они очень любят помадки всякие, таблетки, которые, обычные там, брацетамолы, еще там что-то. Презервативы. Ребята выменивают презервативы на сигары, на настоящие, ну, неофициальные, конечно, поэтому, что здесь вообще жучайший дефицит. Ну, и вообще, возьмите, если, смотря, конечно, с какой целью вы сюда едете. Конфеты, шоколадки. Девчонки очень любят и на ресепшене, и просто, если вы дадите кому-нибудь, убираться у вас будет лучше, сделайте все для того, чтобы вы отдыхали хорошо. Просто немножечко доброты, вот так вот скажем. Вам ничего это не будет стоить, я тоже сделала подарочки, что-то, то, что сама сделала, вода из бусин, что-то попила, какие-то помадки, тени, я не помню, что, короче, всякую косметику, ерунду. Просто зайдите, вот там, fixprice, какой-то небольшой, недорогой магазин, не надо брендовых, люксов, каких-то вещей, просто элементарные, обычные, вы потратите на это, там, тысячу, две тысячи рублей, а комфорт у вас будет намного лучше, это важно. О, с этим, конечно, огромные проблемы, интернет здесь, только местные, через Wi-Fi, предоставляет отель, и то он постоянно выбивается, прям вот, три минуты, пять минут выходит, надо заново перезаходить, пароли вводить, это целый геморрой, правда. Но если у вас нет такой острой необходимости, не подключайте роуминг, который из России. У меня, например, Теле2, за 400 рублей, мне предлагали 200 мегабайт, это две фотографии, загрузить в соцсети, это за 400 рублей, и все, потом идет ограничение, тебя блокируют, и каждый гигабайт, еще за сколько-то, там, много денег, я посчитала, чтобы просто отвечать на сообщения, нужно порядка 5000 рублей, это неоправданные траты, это глупо, поэтому выходите в лобби, где Wi-Fi хорошо ловит, садитесь, берете чашечку кофе, отвечаете на все сообщения, своим, по работе, или еще что-то. Если, конечно же, у вас есть какие-то ограничения по работе, когда, например, девчонки у вас покупают сеть, связь, за большие деньги, потому что они не могут не работать, уж тут, да, придется, а так, нет необходимости, Wi-Fi нормальный, мне только думаю, блин, вот еще минус 5000 рублей, как минимум, чтобы вообще мне просто выйти на связь, нет, успокойтесь, все нормально, приедете и посмотрите в своем отеле по обстоятельствам. Я наменяла сюда доллары, и вообще советую приводить сюда евро, потому что здесь она больше ценится, доллары ничто же берут, но они любят евро. Еще здесь есть местная валюта, называется она Кубинская Песса, в России не поменяешь, но их только здесь, я на ресерсшене подошла и сказала, здравствуйте, поменяйте мне деньги, я их дала 100 долларов, она мне дала 80 долларов разменом мелкими и 20 долларов я поменяла адреса, 20 долларов равно 4000 Песса, ну получается 1 доллар 200 Песса, ими я не расплачивалась, ими я в основном давала только чаевые, почему, потому что, ну это их местная валюта, а еще вам, кстати, могут дать сдачу, если вы даете там больше долларов, у него могут Песса дать, но есть один миленький мой, короче, Песса вы не вывезете в России, есть туда и поездить, то есть вы их оставите здесь, по-любому, поэтому много не меняйте, разменяйте 20 баксов, потом, если нужно будет еще разменяйте, то по мере, ну как вам нужно, чечевые, кстати, тоже берут долларами, здесь никакого ограничения вообще нет, в России, конечно, такого нет, в Абхазии такого нет, здесь идеально чистая вода, белый песок, просто океан, я влюбилась, это такая мощь, такая красота, столько силы в этом, я с удовольствием купалась, с удовольствием, потому что, во-первых, она не воняет, да, она соленая вода, но она не воняет, водоросли не разбросаны, нигде, чистейший пляж, белый песок, прекрасные закаты, всегда достаточное количество лежаков, всегда есть спасатели, себя постоянно контролируют, чтобы ты никуда не забежала, чтобы ты не заплывала за буйки, классно, классно, очень красиво, я всем рекомендую, мне кажется, что я на наше море больше никогда не поеду, это некрасиво, там вода, воду, заходишь, огромные волны, блин, тебе постоянно, нет, не было такого, чтобы ты плавал, и такой голос не намочил, в эту голову я мыла каждый день. Сказать, что мне понравилось, вообще, ничего не было. Это было бы лучше, это было бы лучше 10 дней, которые я проводила в своей жизни. Я не могу вспомнить, ни минуты, наверное, которые мне приносило столько удовольствия. Спасибо большое, я не знаю, все лет, дай бог, за течением обстоятельств, я не знаю, ангел-хранитель, я не знаю, кому, я верю, что мне кто-то вот просто дал, дал эту возможность, потому что и изменился отель, и поменялся номер, и встретила таких людей, я хотела вообще другой отдых, но этот отдых получился самый крутой. Приезжайте, ребята, на Куглу, просто немножечко с головой подходите к своему отдыху, и тогда ничего не испортит. И будьте общительны, в конце концов, вы, может, видите этих людей первый и в последний раз. Я вас люблю.